Ну хорошо. Долгий день. Так, вы все местные люди, знаете город, значит, думаю, что многим это все, где мы будем сегодня погулять, это все места знакомые. Так что вы не обычные такие туристы, скажем так, в своем городе. Так что, думаю, что многое того, о чем я буду говорить, наверное, для вас тоже помнят, так что никаких таких сюрпризов, может быть, не будет. Вот. Конец прогулки будет у художественной галереи, и там вы можете после этого тогда идти в галерею и посмотреть таблицы и все остальное. Так что, делаем как-то вот так. И, ну, как я сказал, часик-полтора часа. Вот как-то вот так. Вот. Это место, где мы сейчас находимся, это Петровская площадь. Эта площадь появляется здесь в начале 15 века. И раньше, это самая главная площадь была, Ратушная площадь, там и был и Рынок. Рыночная площадь, и после этого, когда здесь появляется Новая площадь, тогда и здесь и будет Рынок. Значит, это станет тогда уже в 19 веке самым главным точком этого города. И Ратушная площадь, и старый город потихоньку превращается, как, не сказал бы, что такой, как какой-то задний двор. Но, 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 но это жизнь такого местного бизнеса появляется тогда здесь уже в этой площади. И здесь вокруг площади появляются так-то новые такие, в основном каменные дома уже. И такие, для магазинов, для разных таких учреждений. Вот. И тогда, и в начале 19 века и появляется эта прямая линия на сторону Таллина, значит, Таллинское шоссе. Раньше этого не было. Дорога на Таллина был чуть в этом районе, где сейчас у нас улица Ратвере. Это линия улицы Ратвере, это довольно старая, старая уличная линия. И это был тогда, или была дорога на Таллина. Тогда и, 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 и тогда северной части Старого города, там, обедутся, вот, как на столе Таллина. Вот. А после этого уже авиация, это такой прямый тракт между тогда Санкт-Петербургом и Таллином. Вот. Городка Кереса тоже. Пауль Керес, да, действительно родился Нарвия. Но родители Пауля были из Перму, они, ну, скажем так, случайно попали в Нарву чуть до этого, когда родился Пауль. И после этого вместе с Паулем, когда был маленьким, совсем маленьким ребенком, тогда они переехали обратно в Перму. Так что и Пауль вырос в Перму, и в Пермуский парень, парень все-таки с Нарвой и только связан с тем, что вот только вот родился здесь и все. Вот. И так, что еще? Ну, здесь, не буду об этом особо говорить. У кого-то, если у вас есть эта книга, новая книга про Нарву, там и написано про этих домов. Там, в основном, которые здесь вокруг, ну, Кошкина, и вообще-то в Кошкине, и вообще-то в Кошкине. Это первая конкурсная работа после войны, был актитурный конкурс, и сначала хотели устроить его, там, где, вот знаете, конец улицы Вападуса, где Вападуса 20 дом, там, бывшая музыкальная школа в советское время там была, и до этого, и вторая, и средняя школа. И вот там рядом, потому что это самое высокое место в центре города. И хотели туда построить, делали конкурс, но потом стали думать, что почему там где-нибудь, там не видно это будет все, и почему вот там именно. Здесь было пустое место. Здесь раньше очень-очень такая плотная застройка была, и это все сгорело. Да, и, 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 руины снесли, и это в центре города, так, было такое пустое место. И, 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 и думали, что может быть здесь сделать, построить этот домик, ну, домик, скажем так, в кавычках. И, там, два резервуара на крыше для воды, но там воды никогда не было, потому что, когда стали там качать воду, и тогда поняли, что давление будет довольно высокое, и это водопроводы города просто не... Нет, для этого, для этой системы воды просто это давление было бы слишком высокое, и поэтому просто там прекратили это все дело, и там воды никогда не было. Здесь, после войны, конечно, первые проекты или планировки были такие довольно, довольно шикарные в этом плане, что здесь, в северной части площади, хотели тоже, чтобы они были довольно, довольно большие сталинские дома, и между вот этими домами, где Ленин стоял, там был даже проект, между этими домами должны были быть такие обороты, и там между этими тогда был монумент Сталину. Этого, конечно, не успели делать, и это все стало пустым, это место. И эти дома, что мы здесь видим, очень многие думают, что эти, и есть эти порочные дома, которые сохранились, например, ну, не местные, конечно, хотя среди местных тоже есть такие, людей, которые думают, что это какие-то оставшиеся домики старого города. На самом деле это не так, потому что они довольно позднее, они строены в конце 19 века, и уже за пределами старого города. Здесь постел, это уже постел-трум, и это уже застраивали вот этот район уже в основном уже в течение 19 века. И эти дома были, собственником был местный бизнесмен Керасим Лужков, Кример, Керасим Лужков, довольно знаменитый бизнесмен, предприниматель в Норвеге, и случайно, скажем так, они сохранились. Значит, они тоже сгорели, и все, и вокруг тоже было. Эти были во дворе, находились эти дома во дворе, потому что улицная сеть здесь сохранился, там и Турявик, и Пушкина, и эти старые линии улиц. И мы сейчас тоже во дворе стоим, и случайно они сохранились. Ну, просто, причину не знаю, но просто восстановили, и они остались. Хотя, хотели, вот когда построили это, вот, напорная башня, тогда хотели эти снести, потому что здесь, между вот этими домами, с башней, и вот, домом этого телеграфа, хотели построить трехэтажный магазин, такой универмаг, белорусский проект, был типовой проект, и из-за этого хотели здесь все эти маленькие дома, эти, ну, в конце, там, 80-х, уже нет, 60-х, хотели эти снести, и здесь должна была быть парковка для посетителей универмага, но не стали универмаг построить, и они остались так, как есть. Так что здесь должно было быть вот трехэтажное, довольно большое, большой универмаг. Вот просто одни снести, и другие построить, это же не смотря на какой-то цензистричка. Нет, тогда, в этом старом городе еще в конце 80-х снесли довоенных домов, и тогда, в принципе, не было об этом говорили. Конечно, там и подкладыша, и здания гимназии, и, например, еще уже были тогда, как под охраной, как памятник, снести невозможно было, ну, было там еще другие, не так ценные дома, хотя для Нарвы, конечно, ценные, если уже допоенный дом, но тогда в морском планировании и про строительство об этом особо не говорили. Это же лишь в Анкурда или в Анталина, или в Анталина? Похоже, в смысле, что вот эти отношения истощились в Анталина, в Анталина. Проектировщиков Нарва, Нарву проектировали в Тайлине. То есть, он проект, такой проектный институт был, и если там талинские архитекторы там что-то планировали, тогда, ну, решение не снести, не снести, например, еще в 80-е, когда тогда было, конечно, местное управление, значит, корысполком, и тогда там у меня даже есть эти клубио, которые просто снести, потому что она благоустройства, и они были такие довольно в плохом состоянии, в городе появились новые квартирные дома, их не надо было просто, и для благоустройства города, так и причина, например, написана. Даже если там построить нельзя, ничего не стали, и даже в 70-х хотели снести старые парадки, тренгольмские парадки, которые на колдах находятся, потому что они уже были в таком состоянии, что, ну, их содержать там, и особо об этом, о ценностях не говорили иногда, хотя тогда уже в конце 70-х стали об этом говорить, и это и была причина, потому что хотели снести, и, может быть, стали историки, архитекторы, стали думать, что как-то и сохранить тут. Так что были такие пары, и в 60-х годах где-то об этом не говорили, надо было построить новый город, новые современные квартиры, и особо об этом не говорили, снести или там ценность, или не ценность. Мне просто интересно, что в 80-х годах это на уровне города принималось решение, или это все-таки город ничего не мог решить, Санлин, Москва решала, кто-то еще? Москва, нет, нет, это дело не в этом. Все-таки местное самоуправление тогда, или если там проектировали какой-то новый дом где-нибудь тогда, и там были какие-то старые домики, и они мешали тогда... Грубо говоря, допустим, Межуй был мэром, да? Вот он как бы... Нужно было советоваться с Сталином по поводу того, что здесь происходит, там, снести дом, не снести? Или же местная смогла сама это делать? Зависит от дома, зависит все это от вопроса, зачем надо, или, или, ну, зависимость от этого. Если там планировка какая-то была утвержден, тогда, например, главное здание мыса, это, Бенки Сольдина, Малая Сольдина, там, это здание мыса, это все было, и до, там, районе, где сейчас мебельный комбинат, здорово, там, рядом это здание было, но там построили просто, там, там, помпирные дома, и это, по-другому, на деревянное здание было, это, ну, какой ценности, да, ну, просто... Да, было здание, было здание, ну, и еще не... Да, и еще не было. Вот, какие дела. Так что, и это не только в Нарвии, в других городах тоже снесли, из старых домов, теперь стали побольше и побольше, вот это говорит, что, может быть, есть какая-то историческая ценность. Вот. Теперь мы уже на территории старого города, хотя до этого, когда шведы стали построить пастёры, тогда городская стена была в этих домах. Это еще не была тогда территория города, это улица Реста, когда, в XVII веке, когда стали построить пастёры, и чуть-чуть город расширился. И появляется это... Улица Вестерваль, если перевезли, это как западный вал, улица западного вала. И новые укрепления уже появились вот вокруг города, вот так вот, как это, там рядом было, и там дальше пастёры храма, и так и дальше. Вот. Этот дом, кстати, там, жёлтого цвета, это тоже то военный дом, хотя после войны, когда, когда... восстановили тогда и построили третий этаж, а так дом, как, ну, один из немногих домов. Жилой дом. Жилой дом. Вот. И здесь мы видим и некоторых домов, которые тоже до военные, и здесь, на этом месте тоже был до военный дом, тоже снесли, когда вот построили новый корпус этого доможня. Вот. И эти дома... Ну, об этом мы ещё чуть-чуть говорим, будем дальше. Розовый дом, это бывший дом, бывший казино офицера, и довольно хорошо сохранился, повреждений во время войны там. Это тоже сгорел, этот дом, но восстановил потом, это бывший банк, и здесь рядом был дом эстонского общества, тоже сгорел, но стены остались, и использовали эти стены, когда построили уже кинотеатр Красная Звёздочка. И тогда, кстати, стены были, да, в основном, довоенные кинотеатра. Когда вот стали здесь построить погранпункт в начале 90-х, тогда, тогда, вы помните, конечно, взнесли полностью вот этот кинотеатр, и хотели снизить вот эти дома здесь, потому что надо было площади побольше, и тогда, счастье, и дальше, и уже памятники архитектуры, государственные, государственные уровня, и тогда это спасло, и должны знали снизти, так что здесь, вот, вот, снизу и края старого города, и здесь, это главная улица, старого города улица Сум, и, и, здесь был мост, возможно, было попасть в старого города, в территорию замка, сейчас этого, конечно, нет, но, в планах есть построить заново, здесь мост, чтобы, потому что здесь, все равно, чуть, квадратный, чуть, испортить, на местнику города, и, это, это, в последнее время, этот мост был бы, не очень хорошо, чтобы попасть в старом, там, если, там, здесь, которое, мы видим, что, что, это, что, 116-го, а, только, изначали, ты, стали, свести, И развалины второго города уже было решено, что мы будем останавливаться после войны, были планы все-таки город восстанавливать, старый город в основном, и никакого такого сразу не было, чтобы снести и все, построить новые дома. Но не удалось, как и в Тайлинне, например, улица Гарют, там распомбили, тоже снесли, не стали особо там ничего останавливать, и там пустое место сейчас, такой парк, скажем так, или в Тарту тоже почти 40% старого города, просто с Карелой, и снесли, и в Перну тоже 50%, где-то половина, так что не только в Нарвии были такие ущербы. Но и эти дома, тогда типовые квартирные дома, они уже такие постсталинские, значит, после смерти Сталина уже, ну, они чуть-чуть уже современные, со всем сталинским домам, здесь уже окна шире, и декора меньше, и все остальное, значит, они уже такие современные, более современные дома, если сравнить с этими сталинскими домами. Вот, и это для Нарвы, для Нарвы проектированы, чтобы, только для Нарвы, хотя есть и в Тайлине вот такого типа дома тоже, вот этого проекта, значит, ну, тут разные модификации, но, в принципе, они типовые квартирные дома. И это южная часть старого города успели тогда вот с этим домами застраивать, и уже после этого, когда в архитектуре тоже был, вот уже, уже был, значит, эпоху Крущева, тогда стали еще эти Крущевки, но об этом чуть говорим попозже, более такие простые дома уже появились, и, и, потому что надо было побыстрее построить квартиры или жилые площади, и так и дальше, и не стали вот такими, даже эти дома уже были довольно дорогими, чтобы построить. Вот, ну, про замка не буду, чтобы говорить ничего, про это есть и очень много информации в интернете. Мать, а где ров здесь проходил, Ярослав написал, где-то ров здесь, в том смысле, что обвал, да, она говорит, что ров проходил, да? На месте этого, да. То есть, и поэтому обваливается, да, то есть здесь почва так или иначе проседает. Но там еще был ров вот в этом месте где-нибудь вот так, и это ров прошло туда-туда, на сторону, вот, Александровской церкви, вот так еще был, но сейчас этого нет. Вот. Пойдем. После войны эти развалины снесли и стали вот эти новые кварталы уже построить, тогда уличная, значит, уличная сеть чуть, пусть изменились. Значит, улица Виру, тоже один из главных улиц города, улица Виру пошла вот так вот в этом же месте, даже тут рядом, для этих домов. И сейчас там чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть там дальше передвинули эту улицу. И старая структура города исчезла, как и уличная сеть в основном, и, конечно, также эти дома, новые дома, новые порталы уже, ну, уже, значит, совсем новые, и особо даже не заметно, где, что, как до войны здесь было. Потому что и уличная сеть изменилась. И здесь это почти единственное место, где мы попытались тогда как-то маркировать довоенную структуру. И здесь мы находимся, например, с вами в доме, на территории дома. Эти здесь маркировки стен старых домов. Здесь прошла улица. Если мы видим тогда вот это желтый дом, это был военный дом. Здесь прошла улица Рогу. Да, и вот здесь раскопали это все, и экологические распорки здесь были, и тогда обнаружили, где точно эти стены были, так что они на старых местах все вот эти. А вот эта граница домов, вот эта? Это да. И это довоенные, довоенные адреса вот здесь. И улица Виру это прошла вот так. Здесь это, значит, улица Виру. Это тоже маркировка тогдашних домов. И здесь тоже церкви, которые здесь были, ведь церкви были. Значит, если, например, с неба посмотреть, тогда это будет лучше заметно и видно, как это все структура здесь. Если здесь, ну, если люди, например, здесь не знают, что за вот эти линии, они, может быть, не понимают, что это такое. А это из этого, и там вот эти старые довоенные адреса еще и все. И когда вот надо было построить устройку этому зданию, тогда вот это новое, современное здание, тогда уже маркируют довоенного дома. Дома. В объеме и вот так на старой линии улицы, значит, новый корпус. А это уже из старинского периода. Детсадик типовой проект тоже. И вот чуть-чуть на улице, значит, находится. Вот это такое интересное место. А церковь получается... А, да, это территория уже. Да, да. А вот так это все. Ну, там и камень, листон просто. Просто. Это преобразование? Да, да. А, получается, вот так? Ну, как стоял этот дом? Да, вот так? Ээээ... Они вот подряд... Вот здесь стояли. Ну, здесь дом какой-то был. Да. Да, да. У каждого... У каждой республики, значит, эти нормы были одинаковыми по всей... Ээээ... Эээ... В Советском Союзе, значит. А, но в республиках была возможность, значит, чуть перепроектировать это. Нормы, да. Только они были одинаковыми. И это эстонский вариант хрущевки. У нас есть и российский вариант, например, Силамэм. И там на улице Ранна есть и российский вариант. Чуть-то отличаются они. Так что и латышкий вариант опять отличается. Но на самом деле все эти условия, все эти там сколько там квадратных метров, там сколько там кухни, туда-сюда, это все одинаково. И даже планировки в основном одинаковые. Эээ... Только вот как-то вот по объему и там чуть отличаются они все, значит. Ну, были разные модификации, конечно. И это... Это все начинается с Москвы. И главный архитектор Москвы Виталий Лакутенко... Это, как можно сказать, отец этого такого типа дома, жилого дома. Надо было побыстрее, подешевле. И как-то вот так построить. И из этого они довольно простые. Такие не очень богатые дома. И, конечно, тоже такой, ну, как сказать, ютилитарный, скажем так. Некоторые вот эти уже штукафурные. И довольно-таки богатые еще некоторые декоративные элементы, карнизы всякие есть. Здесь только вот эти дома довольно простые. И здесь стали тогда построить вот эти крышевки. Также хотели вот там детсадики, между ними тоже построить крышевки. Но тогда уже архитекторы стали сопределяться. Потому что, ну, что за город такой, если все будут вокруг ратуши только диповыми домами. И вот из-за этого это место между ратушей и, например, там рухой, значит, стал пустым просто. Ну, надеемся, что когда будут какие-то лучшие времена, тогда, может быть, построим или восстанавливаем старые дома. Или делаем как бы что-то такое более, более, более выдачного. И вот эти штуки стали вот все вправе. И с этого есть у нас теперь возможность что-то другое туда построить. И, ну, потому что все равно это частная собственность. Их снести, наверное, никто никогда не будет. Так что они еще 100-200 лет будут эти штуки, наверное. Так что они довольно хорошие дома. И это проект или это компания в Советском Союзе довольно успешная была. Многие-многие получили, наконец-то, отдельную квартиру. И хоть маленькую, но все-таки отдельную квартиру. До этого многие жили в этих коммуналках или общежитиях. Так что условия были довольно, довольно сложные. А вот эта компания довольно успешная была. Вот. Вот эти дома, значит, были на этой улице. Это главный фасад этого дома. И это тоже один, в основном, все-таки тоже порочный дом. Мы говорим, если оборобку, то вот этот белый дом, это дом прокуратуры. Они вдвое сохранились. И это все-таки тоже один из этих времен. Хотя перестроенный там в 19 веке и не так хорошо сохранился. Но все-таки кое-что есть. И этот корпус там новый уже, послевоенный. А тот дом, который там считается одним домом, сейчас это все, это комплекс. Но в действительности это так, что вот эти два разные дома, значит... И они никак не используются, просто... Сейчас пустуют, но здесь хотят построить квартиры. Квартирные, ну, реставрироваться. А это нет смысла, в том смысле, идеи, вот как его перевосстановить, как в изначальном виде? Как в этот дом? Нет, нет. Мы даже не знаем, какой это первоначальный вид этого дома. Потому что эти рекоративные детали, эти появились уже попозже. Значит, и не все сохранилось тоже. Мы точно не знаем. Мы по аналогии можем... На самом деле, дом, который в прокуратуре, он тоже по-другому выглядел, если посмотреть на фотографии этого еда? Ну да, чуть да. Потому что реставрировали, тогда точно не знали. Просто по аналогии его реставрировали. Конечно, там много что нового. Потому что в то время и не реставрировали. Типа, сейчас подход чуть другой. Если мы не знаем точно, например, как это все выглядит, тогда не будем делать. Тогда очень много... Значит, ну просто... Делали красивее эти дома, более исторические. Ну смотри, вот один в прокуратуру, вот этот дом и вот этот нужно остановить. Уже почти на улице три дома на Койду. На Койду тогда будут два дома. Потому что это был на улице Раву. Да, да, да. Ну вот как бы... Почему же... Или нельзя принудить никак владельцу? Да, занимаемся с этими делами. Проект есть готов. Проект для реставрации или реконструкции, да, есть. И... И... Ну... Сейчас ситуация... Экономическая ситуация, конечно, такая, что... Ну... Это все дорого, конечно. Но здесь... Должны были быть довольно шикарные квартиры. Вот в этих домах. Знаменитое место. Это место дома или дворца 1. Тоже довольно знаменитый дом. Хотя дома теперь нет. Но виртуально живет дальше этот дом. Наверное, на фотографиях увидели, как это все выглядело. Здесь были тоже раскопки за 30 лет тому назад. И сейчас тоже есть такая идея, чтобы восстановить этот дом. Ну... Посмотрим, что получится. Ну, это, конечно, дорого. Но есть такая идея, скажем так. Эээ... 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 И вот... О чем я говорил раньше. Вот здесь тоже были вот эти кварталы старого города. И здесь должны были тоже построить эти вот такие же хрущевки. К счастью, этого не делать. А этот адрес какой сейчас вы строили? Это Койтуловосин. Койтуловосин. Да. Можно вас спросить? А он выглядит террасой. Это... Что случается? Это просто после войны здесь, когда благоустроили эту территорию, сделали такой, типа, парк. Ага. И эти все стены, они новые. Ага. Эти не старые. Эти не старые. Просто старые. Ну, да. В развалинах, может быть, и... Ну, как и обычно делали. Вот. Значит, они новые. Это не старая структура такая. Вот. Хорошо. Скажите, пожалуйста, там доска Куприн 1919. Что это? Ээээ... Он... Говорят, что он жил здесь, в этом доме. Угу. И был вот это... В этом году, тогда, здесь, в Нарине. Понятно. Так. Вот это дом. Эээ... Внутри этого дома есть и довоенный дом. Наверное, многие помнят. Был такой розовый дом. Здесь это тоже довоенный дом. Восстанавливали. А когда вот стали построить эту пристройку, и там еще... Которые там... Сколько этажов там еще добавили. Эээ... Тогда, конечно... Эээ... Ну, я не сказал бы, что испортили вид. Но это первоначальный или... Или... Или послевоенный. Тоже чуть-чуть изменили этот внешний вид дома. Это все уже исчезло опять. Хотя в объем... Объем этого дома есть внутри этого дома. Значит, тоже один. А законно было документацию, когда строили этот дом? Или это... Законно. Эти дома... Эти дома... Эээ... Там были даны законные... Да, разрешения на среде. А здесь, по-моему, были все в порядке документы. Вот. Так что местные архитекторы Томас Мяки и Владимир Влад, авторы этого проекта... Смотрите, это будет из Питального, да, больше... А в Сиропе, в Сиропе... Они куда? Куда шли? Куда? Просто параллельно шли? Вот так параллельно, да. До Гестерва или перекрестка, да? Или даже дальше... Да, 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 да. Они были... Этого... 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 Вот место-место, где мы сейчас находимся... Этого... Так называемый Новый город. Потому что... Эээ... Ээ... 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 Эээ... Ээээ... города тоже наверно стены 18 века и соседние соседние там был еще дом несколько маленьких домов и которые сохранились здесь напротив были два дома вот так что такая участок старого города здесь они были они были они были даже есть у меня фотографии даже есть и есть документы и документы сноса и все есть они к сожалению да здесь двухэтажный дом был вот вот так как то вот так это тоже до военный дом но тоже перестроена после войны и уже в стиле сталинизма или страниц сталинского классицизма но на самом деле все так довоенный дом до 3 этаж после войны и сейчас у нас 9 19 томов то военных томов на территории старого города 19 немало до 1 с малой и я имею ввиду что ну вообще из них 7 о памятник архитектуры на государственном уровне еще и пастиона и этот понтан который на пастиона пак но этих домов было еще где-то я посчитал где-то 50 60 томов это 30 томов после войны просто снесли еще но там жили люди или там были довольно побольше их было да и некоторые вот вот тот дом который новый новый там это постмодернизма стиле постмодернизма это там 90 80 или восьмом или девятом году видны до внизу если если копать там будет если копать тогда да есть мы мы даже когда вот эти трассы копали тут чтобы сделать видным это ну да сейчас такую идею нет нет но возможно в принципе возможно там как-то вот экспонировать на там дорога там улица там где-то метр наверное еще видно может это военные военные склады и вот из этого это как ну да в советское время это было у Турмаковского площадь здесь Михайловская церковь единственной единственной церкви в самом городе который сохранился до сих пор это Владимирская церковь и это вот вот это желтый дом первый этаж он был одноэтажный это это стены или здание Владимирской церкви просто после войны когда вот восстанавливали тогда и построили второй этаж вот это это бывшие бывшие стены Владимирской церкви здесь Михайловская церковь была тоже снесли какие-то другие а это да это еще тот самый типовой проект только двухэтажный один по 10 но это тот самый типовой проект вот и это тоже склад военная складка я как я сказал много что можно говорить интересного конечно тогда можно и с утра до вечера здесь погулять очень много интересного на самом деле город очень очень интересный город норма хотя видно очень мало но все-таки здесь многого что может даже местные не знают так что вот и можете теперь посмотреть там доставку если желание есть так что все спасибо вам спасибо будьте здоровы хотел спросить а вот городские земли где вот выращивали там всякие овощи овощи где-то было бы за чертой же города да конечно за пределами города конечно потому что там дальше ну да вокруг города были ну конечно да где да да ну там были появились уже вот улица роквере и там была древняя деревня Норвия и и вот там ну конечно там вокруг у всех были там огороды где сейчас это инфекционные здания там чтобы здесь до этих пастионов наверно тоже до более или или там огороды да вот а потом уже когда появились пастиона это уже территория укрепленная территория там были раввелины и всякие такие сооружений пастионов значит не только пастиона там более из были счет так называемые это мрадоньяный и всякие такие эспланаты разные такие элементы еще не только пастиона эта система довольно сложная вот и и там огородов тогда не было. Это уже военная территория, чтобы защищать город. А в 19 веке не застраивали? Нет, там были некоторые здания, там были, но в основном дома уже в районе Улица Аквера, там уже дома были довольно много, так что, вот, хорошо, спасибо вам, спасибо большое.